Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В первом докладе доминирующая концепция глобализации будет доказывать о веке Сирии в Москве с Канадой будут рассмотрены исходные ходы с западной культурой достижения проблемы развития западной цивилизации и перспективы будущего мирного существования Сосновским миром со странами Латинской Америки и России В втором докладе будут выступать два докладчика Леонид Разбор с Эстонией Владимир Зевятов с Россией Они будут идут в доклад по китайской и японской альтернативам Будет показан взгляд на китайские ценности Будет обсуждаться симфонский проект В третьем докладе будут также два бачка Илья Кемпи с Финляндием И Алексей Севериков с Россией Там будет, конечно, обсуждаться русский вариант культурализации И там еще покажем небольшое видео Хочу напомнить регламент У нас вопрос после каждого доклада Так что записывайте, используйте виски, которые мы выложили в конце факта Ну это вот вкратце И я сейчас хотела передать слово Юрию Викторовичу Спасибо, Юрий Викторович Спасибо, Юрий Викторович, посланник посоли России в Береге Уважаемые коллеги, прежде всего позвольте поблагодарить вас за приглашение на вашу конференцию И посол России в Береге Александр Александрович Романович за всем передать всем вам Самое доброе пожелание министру иностранных взялов Российской Федерации Сергея Юрьевича Лоркова Вы избрали очень интересную тему для вашей сегодняшней конференции Глобализация явление объективное, объективно существующее, но неоднозначное Она делает наш мир, безусловно, более заинозависимым, но в некоторых аспектах, к сожалению, не предсказуемо Глобализация, в известной мере, парадоксальным образом сочетается с регионализацией На наших глазах происходит ускорение интеграционных процессов в различных регионах мира В том числе они иногда ведут к передаче части национальных полномочий на национальные годы Не более наградные примеры по Евразии, как национальный союз Под целью развиваются инфляционные процессы и на евразийском пространстве Прежде всего в рамках таможенного союза и единого экономического пространства России, Руси и Казахстана К 1 января 2015 года наши страны планируют образовать Евразийский экономический союз Который будет представлять собой государственную доступную интеграцию И послужить своеобразным центром протяжения для других государств Прежде всего входящих в Сотружество независимого государства Уже сейчас и в своем желании присоединиться к этому объединению в Зависке Аргизии и Армении Мы готовы также к сближению евразийских структур с Европейским союзом В целях реализации благородной идеи создания общего экономического и гуманитарного пространства От Атлантики до Тикого океана Разумеется, при соблюдении одного важного условия В основе этого процесса должен лежать принцип правильства и взаимного уважения Как вы знаете, Российская Федерация является сторонницей полицентричной международной системы Предполагающей сохранение роли государства как основного субъекта международного права Глобализация не приводит к исчезновению культурно-цивилизационного многообразия современного мира И не хотелось бы, чтобы глобализация стала фактом диспропорции В том числе в экономическом развитии, создавая тем самым новый конфликтный потенциал Безусловно, глобализация приведет к известной гунификации Но эта гунификация касается в основном технологических процессов В культурах существующих объективно на нашем планете разных цивилизаций Есть некие устойчивые элементы, которые не смешиваются Число этих элементов относится религия Таким образом, у глобализации есть различные грани Это соотношение, безусловно, будет зависеть от того, как в дальнейшем будет развиваться наш прием И отравлено видеть, что эти вопросы волнуют вас, молодое поколение Мне кажется, вы выбрали для сегодняшней конференции очень актуальную тему И позвольте пожелать всем участникам конференции Продуктивно и долго работают красиво Спасибо Спасибо Я бы хотел бы передать слово Алексею Северякову Сказать пару слов о новостях Хотел бы рассказать, что в Китае проходил международный форум Это же проблематика 16 ноября как раз обсуждался этот вопрос И в частности, делегации из России, которые представляли Санкт-Петербургский государственный институт Представитель руководства Они как раз говорили о том, что в России создан как-то свой Концепция глобализации, свой вариант глобализации Который они, собственно говоря, там и представляли Шестое технологический уклад, который сейчас обсуждается На подобном уровне М5, конференциях и форумах По нашему мнению, будет не технологическим, а мировоззренческим То есть сейчас человечество подошло к тому, чтобы выйти на Главный уровень мировоззренческого То есть объединяясь от всех людей, будут на технологии и на мировоззрение Весь мир сейчас, в том числе и Китай, где была наша делегация Говорит на английском языке Но английский язык – это язык технологий, это язык торговли В принципе, вся техническая документация в мире, она написана на английском языке Но, по нашему мнению, английский язык, он не является языком мировоззренческого И очень многие вещи, о которых мы сегодня будем здесь говорить, обсуждать Их на английском просто невозможно вылезать, потому что в нем нет для этого понятия И, соответственно, по нашему мнению, весь мир думающих людей, спустя 10-15-20 лет примерно, он будет говорить на русском языке Конечно, это выступление вызвало очень губную реакцию, неоднозначную со стороны представителей многочисленных западных делегаций Но достаточно губную, поддержанную аплодисментами со стороны представителей восточной делегации, в частности, китайцев Вот такие вот новости Ну а подробнее уже, в чем суть того, что предлагает Россия И сравнение с другими концепциями глобализации, вот уже в ходе доклада мы обсудим Да, мы будем сразу все раскрывать Спасибо, Алексей Теперь я хотел бы перейти к докладу После доклада вы можете задавать вопросы Будем работать удерживаемый вопрос-ответ Алексей Монковский Примерно слово Спасибо большое, Марк Я тоже рад всех приветствовать Вот я надеюсь, что холод никого не подморозил Что все нормально убрались Вот, для начала несколько слов о себе, как Марк уже сказал Я представитель нового южной политики в Канаде По линии организации я занимаюсь написанием статей, редакцией статей, переводами материалов на английский язык Ну а вообще-то по образованию я инженер, но сегодня я буду говорить с вами не о микросхемах, которые я активно изучаю, а именно о политике и о глобализации В общем, непосредственно о докладе Вот, что же я буду говорить о доминирующей концепции главного южной политики в Канаде В рамках своего доклада я скажу в первую очередь о самом понятии глобализации В нашем понимании, что это такое О прошлом этапе глобализации, новый этап глобализации, собственно, тема нашей конференции Скажу более подробно о доминирующей концепции, о достижениях и проблемах доминирующей культуры И перспективах будущего мирного сосуществования западной цивилизации и других регионов В общем, что такое глобализация? В нашем понимании глобализация это процесс построения культуры, объединяющей все человечество Это процесс интеграции всех стран и народов в некую единую общую культуру Как она проявлялась в прошлом? В прошлом она проявлялась как взаимопроникновение Национальных культур друг в друга, как в прошлом, так и сейчас, в принципе Раньше она стимулировалась больше торговли и политикой завоеваний, а сейчас больше, как уже сказано, Больше именно технологическим объединением экономики Следующий слайд И как тоже было отмечено, глобализация – процесс объективный Что это значит? Это значит, что он идет независимо от воли и желания людей Почему это так? Потому что любому обществу, в любом случае, нужна некоторая система производства и распределения продукции И люди так или иначе заинтересованы в том, чтобы эффективность этой системы повышать Чтобы иметь больше продукции и при этом иметь больше свободного времени Объективность глобализации отмечали видные политики наших дней Владимир Путин об этом говорил еще в начале 2000-х годов Об этом же сказал и Барак Обама в своей недавней книге «Одержность надежды» Сказав, мы можем притормозить глобализацию, но остановить ее мы не можем Я прошу вас обратить внимание, о чем же говорит сказанное Барак Обама? Следующий слайд О том, что глобализация, хотя и идет объективно и независимо от воли людей Тем не менее может быть подчинена воле и замыслу людей Почему? Потому что культура не запрограммирована однозначно в генах для всех людей То есть никто не рождается с готовым каким-то поведенческими стереотипами Все так или иначе приходят в этот мир и осваивают Возможны разные варианты культуры, следовательно Возможны разные варианты построения этой общей культуры Разные варианты глобализации То есть разные варианты или разные концепции, разные сценарии глобализации Эти концепции могут отличаться как по своим целям, то есть чего они хотят достичь в конечном итоге, какой культуры Так и по средствам, по которым они действуют, достигая своих целей Следующий слайд На прошлом этапе глобализации Ее отличительной чертой основной является то, что она не осознавалась Подавляющим большинством населения То есть процесс шел по большому счету в вопрос сознания людей Почему так происходило? Потому что люди в общем-то жили в достаточно неизменных, постоянных условиях Технологии изменялись очень медленно, информация была недоступна Как в силу неграмотности людей, в подавляющем большинстве, опять же Так и в силу неразвитости технических средств, накопления и передачи информации Тот факт, что люди не осознавали глобализацию как процесс, имело следствие то, что Доминировала только одна концепция, один сценарий развития этого процесса Один сценарий развития глобализации Следующий слайд Чем же отличается новый этап? Ну, хотя по-прежнему продолжает доминировать та же концепция, тот же сценарий глобализации, те же принципы, которые были раньше Тем не менее, старые принципы, старая концепция, по которой шла глобализация в прошлом, она в нынешнем этапе зашла в тупик Почему? Ну, точнее, в чем это проявляется? Ну, на сегодняшней неделе мы все видим довольно-таки очевидно Набор кризисов То есть кризис имеет место системы Он выражается как в экологическом, так и в финансовом, так и в социо-культурных аспектах По большому счету этот кризис стал следствием неуправляемого и все время ускоряющегося технического прогресса Об этом я скажу более подробно далее Что произошло в результате технического прогресса? Очень важная вещь Произошла так называемая смена логики социального поведения Вот это очень важное объявление Следующий слайд, и я о нем сейчас более подробно скажу Все Как я уже сказал, на прошлом этапе глобализации обстоятельства жизни, обусловленные технологиями, сменялись значительно медленнее, чем сменялись поколения людей То есть, что это значит? Людям для того, чтобы жить нормально, достаточно было единожды освоить какие-то знания И, скажем, на этапе обучения И с этими знаниями жить нормально всю жизнь На нынешнем же этапе Вот Технологии обновляются настолько быстро, что Люди вынуждены постоянно осваивать некоторые новые знания в течение всей жизни То есть, они Нажмите кнопку, пожалуйста То есть, скорость смены технологии превысила скорость поколений людей То есть, старые принципы уже не работают То есть, людям недостаточно однажды получить какие-то знания Они вынуждены осваивать принципы освоения новых знаний Наряду с этим, знания гораздо более доступны Информация, но сейчас с интернетом, она доступна как никогда больше И становится все более и более доступна Следующий слайд В чем важность смены логики социального поведения? В том, что смена логики социального поведения, то есть, новые стереотипы мышления Новый подход вообще к жизни, к осмыслению жизни И сам кризис, который вынуждает людей, по сути, задумываться о том, что же у нас как бы не так Что идет не так Он вынудил, как бы, людей задуматься и вывести на уровень сознания процесс глобализации То есть, глобализация осознана на уровне национальных элит и части этого граждан, которых она непосредственно затронула Это условие, то есть, осознанность глобализации Имело следствие то, что на данном этапе, на новом этапе глобализации Уже не доминирует только одна концепция, а имеет множество разных вариантов, о которых Марк в начале сказал в поведении Но о них дальше будет более подробно Теперь непосредственно Вот это такая преамбула Я прошу прощения, но она необходима Теперь же, собственно, доминирующая концепция глобализации В чем она выражается Или с чего следует начать В чем ее основная цель, в чем ее суть Ну, на наш взгляд, ее основная суть – это удержание некоторого топоэлитарного строя общества Топоэлитаризма Или по-английски «croud elitism» Это явление, ну, это немного термин Он был описан еще в конце 19-го века Довольно известным социологом Гюсталом Лебоном В его работе «Психологии народов и массы» Вот, а в чем выражается этот строй? Он выражается в разделении общества на некоторую толпу и некоторую элиту По тому принципу, что элита имеет доступ к некоторой царской информации, можно сказать А толпа, по большому счету, не имеет доступа к этим знаниям и остается в невиджестве Вот, это имеет следствие удержание большинства в повиновении некоего меньшинства То есть подневольность толпы элиты И это имеет следствие на то, что элита, по сути, эксплуатирует Вот это дал следующий слайд Но, как я уже говорил в начале Цели могут достигаться разными средствами И вот эта основная цель Доминирующей концепции Могут достигаться четырьмя вариантами, четырьмя способами, которые Так или иначе проявляются в нашей жизни сейчас Вот Я сейчас обозначу имена, вы не пугайтесь, если имена Может быть сложно немножко, я потом понесну, что каждый из вариантов значит Первый вариант – это буржуазный либерализм Второй – марксистский псевдосоциализм Третий – это конвергенция первых двух вариантов То есть конвергенция либерализма и псевдосоциализма И четвертый вариант – это псевдоисламский калифат И теперь более несколько развернуто о каждом из этих вариантов Следующий слайд Первый вариант – буржуазный либерализм Одним из его основных принципов является культ-индивидуализм То есть гипертрофированное возвышение интересов личности Над интересами общества в целом Следствием культ-индивидуализма является и либерально-рыночно-экономическая модель Которая предполагает свободу рынка и не вмешательство государства в планирование и управление экономикой Также буржуазный либерализм в силу своих экономических принципов, в силу либерально-рыночной экономики Рождает расслоение общества на богатых и бедных Имеет место имущественные цензи То есть что это значит? Это значит, что, по сути, равные права номинально предоставлены всем Но реально реализовать их могут только те, кто обладает достаточно переслуживанием А в подавляющем большинстве случаев это именно те, кто, так сказать, привилегированные классы или так называемые буржуазы Также одним из аспектов либерализма Почему либерализм? Потому что он допускает некоторую веротерпимость, либерализм мнений и управленность Следующий слайд Второй вариант псевдо-социализма-марксизма значительно отличается от первого В чем? В том, что он предполагает торжество мировой революции И, ну, то есть, революционный переход к псевдо-социализму Становление диктата некоего мирового пролетариата Также он подразумевает значительно другие экономические принципы А именно, только государственно-плановую экономику Также он нетерпим к идеологии, то есть, он предполагает доминирование только одной идеологии А также, так сказать, индивидуальные свободы, о которых я сказал в предыдущем слайде Они значительно ограничены в этом варианте Следующий слайд Третий вариант – это конвергенция первых двух Что она предполагает? Она предполагает взять, так называемое, лучшее из каждого из первых вариантов Первых двух вариантов А именно, предполагает сохранение некоторой части индивидуальных свобод либерализма Которые на сегодняшний день, например, выражаются в идеях коммунитаризма Которые призывают к процветанию через понимание того, к чему может привести чрезмерное увеличение права индивиду А также конвергенция предполагает совмещение государственно-плановой и рыночных экономических механизмов Что это даст? По сути, это даст некоторую большую социальную защищенность В силу того, что экологический кризис будет остановлен на гонкопотреблении, которое рождает этот кризис Следующий слайд И, наконец, четвертый вариант Псевдоисламский калифат Тут могут возникнуть два вопроса Почему псевдоисламский, а почему калифат? Сначала первый вопрос Калифат, в определении, это исламское теократическое государство Теперь почему псевдоисламский, потому что, в нашем понимании, этот вариант противоречит самой сути Корана, поэтому псевдоисламский Во многом он схож с вариантом псевдо-социализма, марксизма, в том, что он предполагает силовой переход к иной идеологии Но в данном случае это другая идеология, это идеология радикального ислама И решаются, по сути, те же самые задачи, которые решаются и при псевдо-социализме А именно, это остановка гонки потребления и распространение культа индивидуализма В чем этот вариант проявляется на сегодня? Я думаю, все из нас, кто так или иначе следует за СМИ, а я думаю, что это подавляющее большинство людей сегодня Трудно не столкнуться с теми средствами массовой информации Это проявляется в недавно прошедшей и до сих пор идущей арабской весне Которое, по сути, достаточно мирное, спокойное правительство Начинает заменять радикальными псевдо-исламскими группировками Что является результатом этого? Результатом этого является то, что нагнетается социальное недовольство В этих странах, которое, по сути, приводит к тем же обстоятельствам, которые имели место в Германии Начало 20-х годов прошлого века То есть, по сути, поджигает общество к некоторым революционным потрясениям Следующий слайд Вот я рассветил некоторые четыре варианта достижения вот этой основной цели, доминирующей концепции Но то, как дела складываются сейчас, в культуре доминирует объективно Первый вариант, а именно буржуазный либерализм Он... Почему назван доминирующим? Почему доминирующая культура? Почему... Да, почему доминирующая культура, а не просто западная? Потому что буржуазный либерализм проявляется так или иначе по всему миру Но на Западе он выражен наиболее ярко И мобилизация, которую продвигает Запад, она основана в основном именно на принципах буржуазного либерализма Следующий слайд То есть, ранее я говорил кратко о каждом из аспектов Ужасного либерализма, теперь я скажу о них несколько более разверну Вот... Индивидуализм, то есть, как я уже говорил, это, по сути, при вознесении частных целей и интересов И свобода индивида от общества Вот... По сути, сейчас концепция индивидуализма на Западе выразилась в концепции так называемого атомизма Вот... Которая предполагает, ну, работу принципа «каждый сам за себя» То есть, общество абсолютно разобщенных индивидов, которые ничем друг другу не обязаны и живут исключительно в своих интересах Вот... Индивидуализм, ну, имеет, ну, как преимущества, так и недостатки А в чем преимущество? Ну, в первую очередь, в том, что он расширяет возможности саморазвития и приложения навыков индивида в разных аспектах жизни и деятельности Вот... Но при этом он порождает очень опасную концепцию эгоизма Вот... То есть, ну, это именно выражается в работе на личностные интересы вопреки каким-либо интересам общественным Чем, собственно, атомизм и является Ну, в чем это выражаться может? Ну, к примеру, то, что некоторые индивидуалисты, им абсолютно наплевать, какие последствия их уловим потребление материальный благ будет иметь на, скажем, ну, на биосферу Им наплевать то, что образ жизни определенный просто не может поддерживаться биосферой Вот... Так же концепция индивидуализма порождает склонность к гетонизму, то есть смысл жизни Когда основным смыслом является получение от употребления материальных благ и получение некоторых удовольствий Вот... Так же имеет место разрушение семьи Опять же, в чем проявляется в том, что, как бы, люди не хотят уделять время семье, они больше, как бы, хотят сконцентрировать свои ресурсы на себе Ну, и сейчас это выражается, к примеру, в достаточно широко распространенной идеологии child-free То есть осознанное нежелание, ну, не имение детей и, соответственно, нежелание, когда они их имеют Следующее... Следующий основной принцип буржуазного либерализма — это либерально-рыночная экономика Ее принципы, постулаты очень тесно связаны с атомизмом Почему? Потому что, ну, как атомизм предполагает служение исключительно личностным интересам, вопреки интересам общественным Ну, и не обязанность кому-либо чем-либо, а так и либеральная рыночная экономика предполагает Прибыль как основной ценности, самоцель, вопреки чему-либо другому Также она предполагает невмешательство государства в управление экономикой, соответственно, частную собственность и частное производство А также кредитование под судный процент, то есть расставщичество Следующий слайд Если немножко сказать о том, откуда же это, откуда такой экономический уклад взялся, то можно сказать несколько слов о, собственно, исток буржуазного либерализма Еще в Древней Греции, в VI веке до н.э. сформировалась система, которая опиралась на частно-собственнические отношения А именно, были в VI веке, как я уже сказал, реформные салоны, где поощрялось частное товарное производство, ориентированное на рынок И уровень прав и прав и свобод граждан определялся их распространением по так называемым классам В зависимости от их наличия материального имущества В Библии говорится о расставщичестве, как о одним из, опять же, как я сказал, принципов Ужразного либерализма О нем говорится как в положительном ключе В книге второзакония, к примеру, то есть о его допустимости Так и в отрицательном, а вот в некоторых других книгах, например, исход, левит, языки Далее Протестантизм, коленинизм Согласно немецкому социологу Веберу Он жил в начале XX века Он закончил свою жизнь в начале XX века Согласно ему, современный капитализм, современная либеральная рыночная экономика Выросла как раз из одного из христианских течений, которое имело место после реформации в XVI веке Кальвинизм Кальвинизм одним из своих аспектов предполагает то, что праведность в жизни Выражается в том, что праведность человека выражается в наличии личностного успеха в мирской жизни и, соответственно, уровне личностного имущества Следующий слайд Либеральная рыночная экономика, как, пожалуй, многие все в этой жизни имеют свои плюсы и минусы Плюсы каковы? Она увеличивает возможности частного бизнеса, то есть возможность проявления инициативы снизу Снижает влияние государственной дюрократии на ведение дел Продвигает прагматичный подход к организации дел и развивает науку и технику Науку и техники потом, скажу, еще дополнительно Наряду с этим, на мой взгляд, недостатки этой экономической модели гораздо-гораздо существеннее Как я уже сказал, основной принцип «прибыль ради прибыли» Преследуется ущерб, по сути, экологии и здоровью населения В чем это выражается? Ну, к примеру, в том, что сейчас во всех так или иначе гаджетах, которые присутствуют в этом зале В этом зале, айфонах, айпадах и прочем внедрены технологии так называемого запланированного устаревания То есть запланированного устаревания товара, чтобы искусственно стимулировать спрос, тем самым порождая прибыль Ну или, например, внедрение ГМО-продуктов, которые достаточно длинны для здоровья, но при этом внедряются для снижения себестоимости Также, как я отмечал ранее, буржуазный либерализм предполагает отказ от вмешательства государства в экономику И саморегуляцию, так сказать, саморегуляцию рынка То есть понятие о том, что рынок существует и он сам все регулирует во всех общих интересах Но следует отметить, что в жизни это никак не наблюдается и то, что реально неуправляемых экономик не существует Любая экономика так или иначе управляет И де-факто инструмент планирования переносится из государства, переводится, по сути, в руки частных корпораций В чем это выражается? Ну, достаточно ярко это сказал еще в 1953 году бывший министр обороны Чарльз Вильсон, он же бывший президент компании General Motors Ему был задан вопрос, если у вас будет выбор между интересами страны и интересами General Motors, что вы выберете? На что он ответил, то, что хорошо для нашей страны, хорошо и для General Motors И наоборот, это одно и то же То есть, иными словами, интересы частных корпораций начинают регулировать в этом экономическом уплате над интересами общества Также имеет место диктатура кредитно-финансовых структур, по сути, которые, ничего не производя, определяют ход экономики Также имеет место порождение массовой нищеты, так называемого периодически экономически избыточного населения То есть, которое не вписывается в все изменяющиеся технологические уклоны Оно имеет место как и в странах, так называемых, третьего мира, которые, по сути, эксплуатируются, так называемыми, развитыми странами Так и в самих развитых странах Ну, если первое, может, не нуждается в пояснении, то второе, наверное, нуждается Вот в чем выражается, так сказать, нищета даже в развитых странах К примеру, в Великобритании есть такое понятие об энергетической нищете Которое присваивается тем домашним хозяйствам, которые тратят больше 10% на нужды отопления собственного жилища Таких хозяйств в Великобритании в 2011 году было 11% Ну, я думаю, можно перейти к следующему слайду Как я сказал в предыдущем слайде, развитие науки и техники – это одно из порождений либеральной рыночной экономической модели По сути, в рамках этой экономической модели оно подчинено получению прибыли И всего этого технический прогресс обогнал нравственный прогресс То есть, в техническом прогрессе, самом по себе, нет ничего плохого Проблема в том, что он подчинял, как бы, ну, порочный принцип В чем его плюс? Ну, имеет место улучшения качества жизни, то есть, новые технологии позволяют гораздо легче удовлетворять демографические потребности населения Вот, и также он породил, собственно, более широкий доступ к информации и смену логики социального поведения, о которой я уже говорил Вот, но недостатки ведения технического прогресса согласно принципу получения прибыли как основному и основополагающему Приводит к тому, что имеет место загрязнение окружающей среды и истощение ресурсов, ограниченных ресурсов планеты И возможность, по сути, биосферной катастрофы в силу того, что из-за усиленного влияния, постоянно усиливающего влияния техносферы на биосферу Имеет возможность, ну, снижается биоразнообразие, имеет возможность биосферной катастрофы Также имеет опасность техногенных катастроф Ну, примеров на нашем веку хватает, это недавние различности, например, в Мексиканском заливе или, там, Усима, ну, или Чернобыль Вот, также то, как технологии применяются в наше время, по сути, приводит к тому, что человек становится заложником техносферы То есть, люди начинают, по сути, по сути, они начинают пользоваться гаджеты как протезы Вместо того, чтобы развивать собственные способности, они начинают, как бы, ну, слишком сильно опираться на технологии Вот, а также мегаполисная урбанизация Ну, тут, она имеет как свои плюсы, так и минусы Но минусы гораздо значительнее мегаполисной урбанизации в том, что, по сути, мегаполисы Это показал еще в сороковых годах двадцатого века советский генетик Дубинин то, что в мегаполисах, по сути, невозможно воспроизведение здорового населения Следующий слайд Также провозглашение прав человека, свойственно доминирующей культуре, ну, запечатлено во всем известных документах всеобщей декларации прав человека Вот, безусловно, позитивным аспект, поскольку оглашается наличие неотъемлемых прав человека, например, право на жизнь Ну, а также о равенстве всех перед Богом Вот, но, к сожалению, просто провозглашение прав человека недостаточно для их реализации, поскольку права человека должны опираться на обязанности человека перед обществом Вот, также, к сожалению, имеют место двойные стандарты в том, как применяются права человека Ну, которые, ну, это работает по принципу В своем глазу соринку вижу, в чужом, а, точнее, нет В чужом, в чужом глазу соринку вижу, в своем бревна не замечаю То есть то, что порицается в других, скажем, культурах, в собственной культуре считается вполне нормальным и естественным А указание на собственной ошибке, ну, не воспринимается И, собственно, ограничение реализации прав по имущественному цензу, то есть ограничение прав по наличию финансовых ресурсов Следующий слайд Провозглашение прав человека также сопряжено с концепцией толерантности, то есть способности терпеть неприемлемое мнение или явление С одной стороны, это, безусловно, позитивный аспект, поскольку он дает возможное накомыслие и выражение накомыслия Но проблема в том, что зачастую очень не определено Следующий слайд, можно, пожалуйста Зачастую не определено, что потерпеть разумно, а что нет Всего этого можно перефразировать профессора Преображенского, сказав, что толерантность, ну, совершенно непонятно, что за этим скрывается Следующий слайд Всего неопределенности толерантности имеют место двойные стандарты в проявлении толерантности И в ряде случаев доведение, фактически, ну, толерантности до абсурда, когда, по сути, потакается совершенно антисоциально противоестественным элементам Как, например, в Голландии легализована защита прав педофилов, насколько я знаю, и в ряде других европейских стран Также имеют место трудности с решением разногласий и разногласий культуры или расправеданий В силу того, что эти разногласия просто не принято замечать Следующий слайд Также в доминирующей культуре свойственно определенное понимание справедливости Выражается оно в том, что справедливым считается то, что не противоречит писаному закону Это очень ярко выразил Петр Иванович Пестель Еще в XIX веке сказав, что народы везде бывают таковыми, каковыми их соделывают правления и законы, под коими они живут Аналогично отмечал и Барак Обама в своей книге «Дерзость надежды», сказав, что Законодательство по определению является кодификацией моральных норм И основано на иудейско-христианской традиции Безусловно, такой подход упрощает дело производства, упрощает управление обществом Но с другой стороны, поскольку личная ответственность в определении, что справедливо, что не переносится на государство То отсутствуют какие-либо внутренние препятствия для преступления при осознании того, что преступление будет невозможно доказать И также порождается система, по сути, толкователей и законодательства И порождаются возможности его извращения в следующие статьи Также в доминирующей культуре свойственен определенный этноцентризм Что такое этноцентризм? Это восприятие других культур и ценностей через призму собственных ценностей То есть то, что свои собственные ценности считаются естественными и правильными А то, что в них не вписывается, считается противоестественным и неправильным Он свойственен западной цивилизации в наши дни Это выражено в недавней работе Джона Хобсона «Евроцентричная концепция мировой политики» В этой работе описан ряд примеров, среди них и примеры того, как колонизировались страны, к примеру Америки и других регионов Самое недавнее и яркое выражение этого сделал Барак Обама в своем выступлении в ООН Заявив, что Америка просто в силу своей исключительности имеет право на вмешательство во внутренние дела других государств Такой подход этноцентричный, однако, способствует сплочению народов И расширяет рамки возможного, допустимого, скажем так, и позволяет изменить ситуацию в некоторых регионах Тем не менее, как показывает практика, порождает очень грубые действия, которые ни к чему хорошему не приводят И примеры этого мы можем наблюдать достаточно в наше время на интервенциях на Ближнем Востоке, например Также в таком варианте автоматически порождается межнациональный толп-элитаризм, где, скажем так, элита — это, так сказать, избранная или исключительно более развитая нация А толпа — это все остальные нации Следующий слава Вот я, собственно, сказал о доминирующем варианте глобализации Таковы же все-таки перспективы его развития Ну, на этот вопрос однозначно ответить трудно, но попробовать можно, рассмотрев те варианты, о которых я сказал А именно буржуазного либерализма, псевдосоциализма, конвергенции и калифата Следующий слайд Ну, буржуазный либерализм, по сути, не имеет перспективы, потому что он в себе не заключает возможности решения биосферно-экологического кризиса Вот, то есть, по этому варианту, если дела так дальше пойдут, то просто произойдет либо техногенная, либо экологическая катастрофа Остальные же три варианта имеют общим свойством то, что они предполагают как раз решение этой проблемы Остановки гонки потребления и решение биосферного кризиса Марксистский и псевдоисламский вариант предполагают в нем силовой, либо террористический, либо какой-то иной военный конфликт для перехода к иной идеологии Поэтому они являются, по сути, самыми нежелательными, а поскольку вооруженное столкновение всегда порождает лишние жертвы, лишние издержки, это никому не нужно Чтобы конфликт этот не допустить, можно порекомендовать в первую очередь повышение, скажем так, более объективного освещения мировых событий в СМИ Не так однобога, как это посвящается сегодня, а также повышение любознательности простых граждан, в том числе, к вопросам религии Более глубокому изучению как исходного описания христианства, то есть Библии, так и Корана, исходного описания ислама Следующий слайд Из этих, вот я сказал, первый вариант ужасный либерализм не имеет перспективы, вторые два варианта предполагают некие силовые действия Таким образом, наиболее перспективным вариантом, наиболее вероятным вариантом является конвергенция, то есть постепенное внедрение принципов социализма в ужасный либерализм Вот, и примеры этого уже сегодня есть, как в Европе, например, Швеция, так и, например, Латинской Америке, ну вот, например, Куба Вот, и этот вариант – залог мирного сосуществования разных регионов, как раз в силу того, что он предполагает реформаторский эволюционный переход к другой идеологии Вот, но, однако, остается при этом вопрос На какие принципы будет опираться переход к, так сказать, конвергированию, на каких принципах оно будет осуществляться? Варианта здесь два, вот, либо оно будет опираться все на ту же концепцию того политоизма, то есть эксплуатацию одних людей другими Тогда это будет, по сути, псевдо-социализм А если конвергенция будет подчинена идее искоренения эксплуатации одних людей другими, то это будет действительно социализм, но это уже не будет, это уже будет совсем другая цель, а, следовательно, и совсем другой вариант глобализации Вот, но о других вариантах глобализации будет сказано в следующих докладах, а я вас благодарю, что попали Спасибо, Алексей, это очень интересно Действительно сейчас наблюдается во всем мире, что есть некая толпа, то есть они не мыслящат людей Но тогда это должно стать молоком, то есть люди, которые будут мыслить А как вот, у меня, у модератора уже возникал вопрос, как вы считаете, можно прийти к такому, чтобы люди вышли на такой уровень самостоятельности и самоуправления в современном обществе? Я считаю, что одним из основных процессов для этого является самообразование То есть я уже сказал, что доступ к знаниям, доступ к знаниям людей является очень-очень большим Достаточно только захотеть порой, не обязательно даже идти в ВУЗ, чтобы получать большое образование Нужно получать в другом этапе того, что было бы желание, было бы много путевого Я считаю, что собственная инициатива людей, их понимание актуальности, скажем так, переход к новым стереотипам поведения, к новым стереотипам мышления является основным процессом Чтобы изменить все, чтобы опатрирувать своими Спасибо Да, конечно Алексей, если я вас правильно поняла, вы в конце затронули вопрос о марксистской теории По вашему мнению, вы считаете, что переход к социализму, к тому, что, так сказать, предрекал маркс Может произойти только на основе целого перевода? Естественно, это не может произойти Понимаете, то, что… Вы основываете на том, что было 70 лет назад, то есть на этом опыте, но маркс не утверждал, что переход к социализму обязательно должен быть целого момента наметирован Ну, я, в общем-то, с этим согласен, то, что это необязательное условие, то есть конвергенция, то, что мы назвали конвергенцией, предполагает как раз эволюцион не смогли переход к принципам самым Социализм То есть я не считаю, что единственный вариант принципам социалистическим является эволюционная девочка Спасибо Да, конечно У меня вопрос Вначале было сказано, что показана какая картинка, что Путин, он за мобилизацию, а Обама против Картинка выглядела так Тут такой вопрос возникает Вот технологический процесс Было сказано действительно, что это повышение эффективности, поэтому у нас была технологическая эффективность Мы все прекрасно понимаем, что наиболее эффективным с точки зрения цены человеческого ресурса сейчас является Китай, Индия, страны, которые находятся в Востоке Далее, с точки зрения технологического процесса все технологии находятся сейчас у нас в развитых странах Почему Путин вообще показано, что он за глобализацию? Тут же это связано с вопросом вступления России в ВТО Ну, знаете, честно говоря, у меня сила скорее лучше такой химорной характер, нежели указать на заявку против кого-то одного деятеля или другого Как я показал в цитатах, то оба, и Обама, и Путина, они хорошо понимают то, что глобализация – процесс объективный Ну вот, если это, ну, мнение Обама звучало несколько одному, то я бы неадекватно осветил то есть Я считаю, что это очень важная зависимость от долларовой пирамиды и радиоизоляции сегодня И учитывая наше нахождение в системе международного пирализма, наиболее выгодно на данный момент Вот, мобилизация, как раз, является выгодной Америке Да, я с вами, безусловно, согласен, но я, опять же, говорю, я не имел целью показать, что обама против Экономизация, она, как раз, правильно отметили, она завязана как раз на Америку, более выгодной Америки между другими странами То есть я не имел целью показать, что обама против этого Еще маленькая вот, буквально, комментария по поводу блока Европа и Америка, Канада То есть на картинке, опять же, я буду, было показано, что буржуазный пирализм присутствует как в Америке, как в Канаде, так и в Европе В Европе, на мой взгляд, если проследить за тем, что мы описали, наиболее проходящей темой будет буржуазный псевдосоциализм Существует большое количество социальной поддержки, которые нет в Америке, как социальная помощь, как большое количество тоже организаций, которые работают на менее коллегчатой основе, скажем так, чем в Америке Да, ну, безусловно, правы Я, ну, по слайде, может, это не отместно своей речи, то, что, как бы, ну, в Америке там, ну, если провалить аналогии с, как бы, с разными операционными системами То в Америке там версия Windows Professional, вот, а, как бы, в Европе версия, так сказать, Windows Home Lite То есть вы действительно правы, это, это действительно так, то есть в Европе более, ну, более, так сказать, ну, автористический принцип имеет И считаете вы, что это возможно, ну, один из возможных тоже будущих строек, вы же важно, все же социализм Ну, да, то есть те варианты, которые я описал, это, по сути, ну, так сказать, базисные варианты, то есть они, как бы, друг друга Ну, хотя конвергенция предполагает скрещение первых двух, ну, вот, но, как, как одна из, скажем так, возможных, скажем так, возможных уровней конвергенции, вот, да, безусловно То есть это возможный вариант, но, на мой взгляд, то, как, скажем, то, как это имеет место в Европе сейчас, я считаю, что это, ну, недостаточно будет То есть это должно быть еще поменьше Да, Алексей, прошу такой вопрос задать В части связан с вопросом романа Я не согласен на поводу эффективности производительности общества в Китае и Индии Поскольку, я знаю, что в Китае около трехсот миллионов людей живут на час, говорится в день И, имея опыт работы, мои коллеги в Китае, я могу сказать, что человеческий ресурс там не ценится не столько, так как, ну, на любом произведенном объекте Соответственно, по поводу производительности общества в Китае, то там я, как я знаю, это и существует также и в Африке Есть вот называемые люди элиты, их тоже около несколько сотен миллионов, которые, собственно, не имеют ни паспорт, ни паспорт, ни паспорт, ни паспорт ни паспорт Романы неуют эффективности, с точки зрения экономистичных сценарий в Китае и Индии, там, где, по моему понятию, помочь выйти на новые народы Вкратце Вопрос очень интересный Ну, к сожалению, прямого ответа я не имею, кроме того, что я уже замечал от тебя, отвечает на вопрос марка, что является инструментом или процессом, который может пособствовать подъему и столпы, скажем так, на процессом образования Но какой-то, скажем, не на детальной программы, для того, чтобы этот продвигательный мир Ну, может быть, какое-то там элементарное посвящение, не запретить, способствовать развитию Я думаю, что это должно идти с уровня государства, поскольку, ну, если брать Индии, то, насколько главное там просто мировоззрение людей Это нужно то, что, ну, они рождены как-то на таком уровне, и им суждено просто там быть, так скажем Так суждено судьбой Ну, вот, поэтому, да, действительно нужна какая-то внешняя инициатива, чтобы им показать, может быть, прибыльных надеющих То есть у нас там, безусловно, это инициатива Да, Алисик, пожалуйста Я хотел бы не вопросов сделать, а не большое дополнение на это, которое мне кажется важным О теме максизма, в связи с тем вопросом, который я задавался На мой взгляд, максизм, он базируется на трех основных понятиях Так даже не понять, это не тезисы Значит, первый тезис — это философия марксизма То есть марксизм принес, конечно, новое отношение к тому, что было с фиберализмом, значит, и к различным религиозным этапам Потому что какая была философия поиска, то есть все мы ищем ответы на вопросах полезных, да Какая была философия поиска религиозного времени, да, когда религия господства Ищи ответ в священописании, что на эту тему говорит Глорг, там, устами, например, свидетель, что он бывает со всем А все-таки философия марксизма была эффективнее, почему? Потому что она оставила ответ Есть вопрос, ищи ответ сам Но проблема заключается в том, что марксисты, ну, в частности, Гигель, на базе которого марксизм базируется, как его выникает И, соответственно, сам Маркс, они попытались вот эту диалектику, искусство постановки вопросов рождения ответов формализовать А это невозможно, то есть нет формулы, поставив какую-то данную, мы получим этого ответа То есть все равно философия должна развиваться Соответственно, дегматизация философии марксизма, в частности, в нашей стране, привела к тому, что она не поздно нарухнет Значит, второй тессис – это политэкономия марксизма Философия просекает определенная политэкономия Политэкономия – это что? Это, грубо говоря, как вести в хозяйство Там домашнее хозяйство, семейный бюджет, вплоть до государства, оттуда, бюджета страны и хозяйства Соответственно, те термины, которые или понятия, приложил марксизм, на базе них невозможно ввести экономику даже семьи и предприятий И, собственно говоря, мы это понимали немногие И об этом, в частности, написал Сталин в своей последней работе «Экономические проблемы социализма в СССР» Желающему взять эту работу, где он просто призвал, сказал, что марксизм в плане экономики устарел Давайте заменим на что-то более новое, давайте будем Соответственно, тезис не был воскримент, и общество к нему пришло уже опытным путем в нашей стране в 91-м году А третий тезис, который предлагает марксизм, это построение общества субъективностью Этот тезис – это единственный верный тезис марксизма, почему? Потому что о том же самом говорил Иисус, о том же самом он называет это Царство Божие на Земле О том же самом говорит Мухаммад в Исламе О том же самом говорили многие известные деятели человечества и культурах стран То есть, с моей точки зрения, построение субъективного общества – это неизбежно Вопрос только в сроках и методах И, соответственно, исходя уже из этого, нужно это все учитывать И понимать, что марксизм в том виде, в котором он есть, учение маркса, он не имеет перспективы Но если, так сказать, брать за это лучше, последний тезис развивать, то, что про конвергенцию говорилось То, соответственно, это уже в свою очередь не имеет перспективы Вот ситуация Да, Алексей, спасибо за замечание, я безусловно согласен Вот, собственно, вариант конвергенции, он и является, ну, скажем так, новоследием Это, наверное, после марксизм, насколько я понимаю И, кстати, я добавлю, что это было самое главное – это понятие Потому что мы все говорим, общаемся с помощью понятий Но у нас за понятиями стоит разный опыт Слова не те же, образы разные Всюдый конфликт, конечно То есть, надо разделить марксизм и социализм Это два совершенно разных понятия Социализм подразвивает построение справедливого общества А марксизм – это определенный, так сказать, понятийный аппарат На базе которого предполагается от общества построить этот самый социализм Но поскольку этот аппарат неадекватен в жизни, как показала практика То, соответственно, получается в итоге четко-социализм Что, в общем-то, и прошли в нашей стране И, к сожалению, в нашей стране в уровне не нашлось той самой каждой базы На уровне, по крайней мере, руководства и, прежде всего, введение наук Который главный вопрос еще этим занимается И сейчас они, к сожалению, нет Ну, соответственно, мы имеем такие результаты Но положительный момент в чем? В том, что Россия – это единственная страна, получается, на данный момент Которая на своей собственной шкуре опробовала и либерализм, и марксизм Мы можем сравнивать и говорить как-то и другие В принципе, ни одной стране в мире так по поводу-то нет Знаете, я бы не была настолько категорична по поводу марксизма Просто это может нас увести в совсем другую сторону И я просто предлагаю, не знаю, как сделать вам как-нибудь конференцию, посвященную Потому что марксизм крайне недооценен грехом И ничего, наверное, сейчас в этом не говорится Но я по многим вопросам просто не согласна Я буду послушать, просто это идеально Да, конечно, очень хорошее предложение Вы присылаете нам информацию Смотрим Всегда легкую Диалог Находимся Стараемся Исследовать Да, Роман, еще вопрос Может уже решаться То есть марксизм в России, я считаю, не был в Советском Союзе Он не был опробован Ну, марксизм чисто не был И я совсем не за марксизм, но я, как сказать, не был И по поводу Сталина Он тоже не говорил, что марксизм это что-то, что не работает Ну, в условиях данных условиях, в которых была ассоциально хотелось в тот момент, он считал, что нужна другая теория, иначе стране появится Не то, что марксизм и марксизм Ну, он, если дословно, да, то он сказал, что понятия аппаратам марксизма, то есть понятия, они к жизни неприменимы Это нашей конкретной, хозяйской практике, так сказать А практика, как во всех сторонах, одна и та же экономика Я скажу, что экономика Семен-Аншатов, какая-то другая экономика Есть такие же заводы, такие же люди, которые употребляют, изводят, ну, за руку Марк, а у меня что-то на вопрос Алексей Алексей, а Вы не считаете, что вот эта идея компонентации, то есть сама модернизация двух нет, если, допустим, доллар перестанет доминировать, и мы распадемся То есть экономика рассматривается на несколько экономических центров Что сейчас, в принципе, многие люди пытаются всё сделать То есть, допустим, будет несколько, ну, положительно, там, три-четыре экономических центров Сейчас, правда, просто Америка всё управляет через доллары Доллар, допустим, прекращает, ну, не прекращает существование, а уменьшает самоодеяние И, по-моему, глобализация, в общем, еще не само по себе, это не просто центры Как вы на это все? Что вы по этому поводу считаете? Я думаю, что, ну, я замечу, что глобализация и американизация — это не одно и то же То есть тот факт, что, как бы, Америка, по сути, сейчас доминирует в глобализационном процессе И процесс идёт по буржуазно-либеральным векам Это только один из вариантов глобализации, как уже было сказано, процесс объективный То есть независимо от того, в каком состоянии будет находиться общество В первобытнообщинном, либо в нашем сегодняшнем развитом, либо в варианте нескольких экономических центров Глобализация будет идти в любом случае, поскольку будет идти взаимодействие разных культур То есть даже вот эти разные экономические центры так или иначе будут вынуждены друг с другом взаимодействовать Так или иначе, и решать какие-то свои проблемы, конфликты То есть это будет просто другой, скажем, уже другой этап глобализации Да, ну, а пару раз хотелось бы прояснить вот эту ситуацию Мы считаем, что глобализация, как и говорили, у нас процесс объективный И что именно в основе этого процесса? Во-первых, он, который всем виден и знаком, это админ производителей сил общества То есть я, допустим, как имеющий образование народно-неплавомской системы, знающий несколько европейских законов Я могу успокоенно приобретаться в любые страны, в чьих войсках, в лучших условиях у меня, для моей семьи И могу, собственно, приобретать по своим квалификациям какую-то занятость, чтобы осуществлять свои потребности в жизни Но, скажем так, невидным, ну или глубинным таким процессом, который движет в основе глобализации И является, естественно, процесс взаимодействия различных культур Вот это как бы не принято, наверное, на первое место ставить Но, тем не менее, и я лично считаю, что этот процесс он гораздо более интересен и сложен Потому что, так или иначе, в этом процессе взаимодействия разных культур Люди пытаются оценить и, как уже говорилось, увидеть свою самину в глазу и вытащить бревно из глаза товарища Но есть и конфликт, действительно, мировоззренческий, как рассказал Алексей Действительно, мы говорим зачастую одинаковые понятия, можно перевести с английского на русский, с русского на английский Который, может быть, не все вмещает, но, тем не менее, понять можно Но за каждым понятием состоит из слова и образа Так как у нас мировоззрение, то есть набор образов, ну или абсолютно в каждом индивидуальном Ну, естественно, оно не должно быть определено Но, естественно, эти образы могут идти в конфликт друг с другом Но они также могут дополнить друг друга, в зависимости от того, как мы построим диалог между культурами И мы наблюдаем сегодня процесс, когда множество культур мира складывается в одну единую такую мировую культуру Культуру будущего мира и земли, я не так скажу и сказал Которая, на мой взгляд, будет присутствовать все самое лучшее, если мы это сможем осуществить Все самое лучшее из каждой культуры Вот это будет действительно конвергенция, и она будет разительно отличаться от того варианта, который описал Алексей И к этому процессу мы идем И в этом также объективность лобализации, что мы, так или иначе, в будущем получим единую мировую культуру И такой, как Алексей говорил, она не закладывается с рождения, а приобретается с воспитанием, с образованием и с международным диалогом Соответственно, мы можем, как гончар, лепить глину То, что точно так же мы можем обрабатывать культуру, которая потом, как гончар, будет любить тех людей, то общество, которое мы получим в будущем То есть в этом вспомнился, что, да, глобализация – процесс объективный, но управление глобализацией – это процесс в наших руках с вами И вот того, как мы серьезно будем относиться к этому, будет зависеть наше будущее Я соглашусь, все идет про строение этой культуры Но я хочу добавить, что, на мой взгляд, эта культура будет не безликая Эта культура будет многонациональная То есть она не будет предусматривать стирание всех границ То есть некую полную модификацию по укладу жизни, по традициям То есть какие-то, значит, религиональные особенности стремятся У меня вопрос, Алексею, было сказано о том, что невозможно, значит, и очень сложно урегулировать предстоящие между людьми На мой взгляд, как это будет выглядеть? Как это будет выглядеть? Как это будет выглядеть? Да Ну, тут можно опираться на то, о чем сказал Иван То, как могут идти дела Как может быть построен дел Он может быть построен либо непродуктивно В том смысле, что… Тут можно опираться на принцип, который был озвучен в самом начале Принцип, скажем так, воспринимания своего собеседника или партнёра Как равного себе То есть не привозитение себя, а воспринять его как равного себе И, соответственно, беседа о том, что его… Во-первых, выявить, каковы его взгляды, то есть понять его Во-вторых, адекватно выразить свои взгляды В-третьих, понять, что… Каковы различия в этих взглядах И что является причиной этих различий То есть посредством диалога Такого конструктивного Это может быть выявлено А прокректно это может быть выявлено Но… Ну, я имею в некоторый опыт беседы на гигиозные темы с разными людьми И это выглядит достаточно просто То есть порою происходит так, что люди просто мыслят шаблонами, стереотипами, которые тираживаются в массовых средствах массовой информации Но изучая исходные коды, изучая там священное писание, можно конкретно указывать на конкретные вещи и нестыковки в, так сказать, тиражируемом мнении с тем, что имеет место быть И еще такой вопрос, на мой взгляд, а будущая культура, она будет атеистична или нет? Будет ли она атеистична? Ну, я лично так не считаю Хотя мнение тут может быть разное То есть я так не считаю Вот Так или иначе, ну Это вопрос очень дискуссионный Сказывается различное мнение, конечно Да, давайте мы переходим к тому Да Религиозные вопросы И вот я, как раз хотел сказать, вот только по программе у нас Доклада у нас сейчас CopyWake Вот поэтому, так как мы начали на полчаса позже Предлагаю перейти сразу к докладам китайско-японской альтернативы Докладчики готовы Доклада у нас Продолжение следует...